ну вот они мои бедолажки суценки этот кустик вы видели да в каком состоянии я его размочила почистила вот тут не увидела еще одно такое впечатление что сейчас думаю может его хотели вырвать разделить вот он отделился и повымывала весь мох вот между этими я думала вот это все сухое что оно все отвалится когда я начну их чистить не тут то было но вот тут вот отрываются с этой стороны и я где-то убрала тоже пучочек вот тут наверное он был вместе с тем смотрите я нашла после чистки вот росточек и вот росточек я решила их посадить отдельно поскольку они и тут вот росточек третий ну раз разделились что же их лепить пусть растут вот одна бурбочка не очень хорошая вроде сушила а вот еще мокренько вовсю еще смотрела сомневалась думаю корней никаких вы видели какая мочалочка была сухая а состояние неплохое но вот бурбочки чуть-чуть только сморщены но в принципе нормально листики вообще тургор держит хороший и вот здесь тоже нашелся росточек правда бледненький там был под клоем чешуек на этой большой один вот тут я не дочистила почему-то я потом аккуратненько почищу мне просто интересно взрослым еще нет на такой большой бурбочке один росточек правда он крупненький а вот на этой целых два ну не знаю теперь я считала что у них корней нет мне придется вот так вот обрезать потом думал обрезать не буду почищу и посажу вот в такие стаканчики маленькие из подменничек утяжелить их они стояли ну я померила сейчас в принципе стаканчик подходит но только-только нужно ли мне больше стаканчик но этот однозначно маленький стаканчик а вот на этот может быть поискать побольше стаканчик но все равно они сейчас у меня будет просыхать я и хорошо замочила нет много подписчиков новых девочек которые только начинается орхидейками заниматься я им покажу чтобы было наглядно тут у меня страшная банка не разведен вот фитоспорин девочки я пользуюсь вот таким фитоспорином такая паста коричневая порошочком я не пользуюсь почему-то не знаю ну вот как начала я вот этим я кстати этот разведенный фитоспорин добавляю и в воду вот у меня закопанные емкости там растут у меня нимфея водный гиацинт ну и туда лью вот и пин или баф ну либо у меня шприцы я убрала уже вот делаю такую тарелочка такой раствор крепкий чай вот добавляю фитоспорина и я на глаз чтобы было как крепкий чай туда капельку и пина капельку рибава водичка тепленькая и вот они у меня минут 40 а может сейчас ведь пока это устанавливала монтаж и не заметила время вот они могут я протерла их но все равно вот камеру смотрю они мокрые мокрые сейчас я их наверно может даже включу ветродуйку такую чтоб они подсохли быстрее и посажу вот моя красавишна оказалось что корней у нее маловатенько и они вот внизу тут гнилые тут была вот торфяная подушка двойная причем вот тут в этот гниль сейчас нужно это высушить обработать эти сгнившие кончики вместе с тем нашла я что-то интересное смотрите похоже на деточку и вот этот листик он тоже похож на деточку он не к розетке он от нее отдельно ну корешков нету на них на этих отруточка поэтому тоже сильно сушить не буду вот сейчас промокну немножко подсушу ветерком тепленьким и посажу чтоб под эти деточки не замирали росли у меня и немножко больше стаканчик конечно в этот маленький тоже гниль не убрала сейчас буду чип почищу еще гниль листья такие виловатые она тоже у меня пролежала в эпине светоспорином замочен я хоть посмотрю на камеру там какой-то мусор внутри розеточки надо убрать осторожно я выдаю наверно вот такие мои покупочки вот так я с ними поступаю грунт вот у меня есть тут мокренький это для анцидиумов я добавлю туда осмокот угля мой совсем могу нет надо тоже точно подсушить зал и сейчас намешаю немножко почистить там гнилой корешочек остался этот грунт от орхидейки вот это я его почищу прожарю в микроволновке буду а нет это не от нее что ж я говорю откуда там ее наверно когда чистили тут веничком сметала наверно замела туда это для анцидиума да я замачивала грунт уже заболталась сама я наверное добавлю и покажу чем рассказывать долго ну вот уголь там такая мелкий уголь он рассыпался вот я золу уже не стала высыпать я забыла сказать что еще мыло их зеленых мылом листики каждые бульбочки он ценил листики вот мяечки вот все они чистенькие хорошенькие буду сейчас сажать вот анцидиума посадила все-таки в маленький стаканчик я там посмотрела нормальный по размеру начнет расти стаканчики прозрачные правда вот эти наклейки и будет все видно потом просто перевалочку сделаю где там или когда он дорастил минничку еще рано пересаживать я решила подсушить потому что тут и гниет много и мокренько прям мокренько у я ее все-таки на ночь оставлю подвешиваю она подсохнет обработаю краешки потом будет освещать ну вот они мои новые анцидиумы красавчики решила я в одно видео их и пересадку поэтому немножко задержалась с тем чтобы выложить видео вот дождалась первых результатов пошел расти росточек самое сложное было их закрепить потому что корней вы видели там почти нет мочалочка кстати я вот ее размочила эту мочалочка но я показывала да просто я снимаю уже неделю спустя немножко подзабыла что там у меня в видео ну почти не стала обрезать немного почистила что слезла вот виламин если это можно назвать виламином корешочки тоненькие маленькие вот видите тут тоже росточек такие они манюнечки у меня вот где в этом два росточка там совсем маленький я вот свежего мха им принесла положила у одного два росточка у одного один пятнышки были вот эти ранки и обломыши вы видели в каком он был состоянии один мох убрала чтобы хоть видно его было ну вот уже подсох сегодня утром я спрыскивала этот мох из принцовки вот тут что-то вот на камеру лучше видно какая-то чешуйка непонятно но он все равно подрос потому что когда я осматривала его я расстроилась ростиков не увидела потом спустя несколько дней я стала его пересаживать и все-таки там были зачатки ростиков я обрадовалась а сейчас прям хороший такой пупырыш уже торчит ну вот так буду заканчивать видео спасибо всем про приключения моих инцидиумов теперь их два но он распался когда очистила корешки поэтому вот теперь у меня едва такое удовольствие за 331 рубль но слава богу что у него пошли росты и корни оказалось не совсем все сухие видимо потому что они не слезли правда они не зеленеют покажу заранее именичку я ее тоже пересадила вот тут убрала мог по краям свежему брала мог вот такие у ней корешки это не еще там такие были не стала я сильная ковырять и так почистила тихонечко пока она была влажная говорят бывает от фласок вот такие черные это не гниль вот она мне показалось первый день что она набрала тургор я напомню на простояли у меня покупочки несколько дней пока я их стала пересаживать нет она вяленькая все-таки там есть несколько корешков она цветочки стала сушить и я их обрезала вот осталось два цветочка не хочу я обрезать ей цветоносы пускай сама их скушает у меня вот такая идея что они их кушают поэтому будут сохнут тогда обрежу пока вот так ну вот это мои прежние покупки они простояли уже неделю вот пересажены вчера я опять ездила посмотрите что я нашла она одна единственная стояла пистра листная бегония никак не могу успокоиться скупаю их хотя они у меня сохнут магазинные листики вырастают свои маленькие цвет пока отличаются я подозреваю что под лампами они вот меняют свой цвет вот смотрите это один кустик вот такой листик вот такой листик это все вот такой листик тут просто она такая рельефная выпуклая это все один куст смотрите видите все же идет от одного ну как как вот как мы их скупим все если они на одном кусте вот все разные чудо просто вообще зеленый в краб листик тут же красный краб а вот эти черные вот черный реально вот только на камере чуть-чуть отсветит что он тут зеленоватый ну может я кого-то буду раздражать но я вот не могу на них налюбоваться а вот смотрите какую возможно под фитолампами они становятся такими а вот этот после вырослый стучек даже изнанка какая красивая вот такие мои покупочки были спасибо за просмотр с вами была ирина канал цветики пока пока